Здравствуйте! Доброе время суток. В этом уроке мы с вами посмотрим, как можно создавать рельеф в 3D Studio Max. Уже не один человек спрашивали меня об этом, поэтому пришло время написать урок. Хорошо. Расскажу вам основные способы создания рельефа в 3D Studio Max. По большей части мы будем говорить о геометрии. Для начала создадим плейн. Идем сюда. Плейн. Создание. Качество нашего рельефа напрямую зависит от количества полигонов в сетке. Поэтому возьмем и добавим для начала хотя бы 30 на 30. Окей. Так. Я нажимаю на клавишу G, чтобы эту сетку убрать. Первый способ это noise modifier, который называется шум. Он позволяет рандомально зашумить наш плейн и получается определенный террейн. Я увеличиваю по Z, по X и по Y. А можно еще C добавить. Окей. Это как бы рандомальное значение нашего шума. По X и по Z немножко два. В общем, то, что я сейчас добавлял здесь. Вот X, Y, Z. Это разные направления оси координат. Z и X и Y. В разные стороны. И шум используется один и тот же. Просто влияние его на разные стороны можно задавать вот здесь. Окей. Помимо этого есть еще фрактальный шум. Вот такой вот. Окей. Есть также scale у этого шума. То есть насколько он большой или маленький будет. Видите? Окей. Так. Ну вот в принципе мы уже какую-то поверхность земли уже создали. По ней можно опустить машинку. Добавлю TurboSmooth, чтобы немножко сгладить. Вот по ней можно опустить машинку, затекстурить ее немножко. И уже все. Как бы земля появилась. Можно приступать к делу. Окей. Это первый способ. Такой автоматически можно сказать. Окей. Кстати, у этого ноиза также есть параметр Animated Noise. Это значит, что его можно анимировать. Помимо того, что вы можете вручную все эти значения ставить, можно включить Animated Noise. И вы можете запросто получить эффект модем. Окей. Просто с этим поиграться немножко нужно и все. Отлично. Это первое. Давайте мы это удалим. И турниру смотажем. Второй способ. Это создать наш... Террейн на основе картинки. Что это за картинка? Это картинка черно-белое. Черно-белое изображение. Сейчас я вам покажу. Фотошоп. Типа такого. Где черное это то, что будет оставаться на земле. Белое это то, что... Это высоты, как бы. Вершины горы. К примеру. А все серое. Это перетекание. Как бы от низа к вверху. Как это нарисовать? Это очень просто. Нажимаем Ctrl-N. Много документов. 512 на 512. В принципе нормально будет. И здесь вот берем и используем любую кисточку такую рандомальную. Начинаем красить. Сейчас немножко увеличу. Только не так вот. Прошу прощения. А вот так вот потихонечку. Ну вот что-нибудь такое вот накрасили. Это можно будет использовать для того, чтобы создать terrain. Сейчас мы это конвертируем обратно. Ctrl-I. То, что у нас получилось. Можно добавить некоторые моменты серого цвета больше. По вашему вкусу. Сейчас если мы допустим вот это вот дело сохраним. Допустим terrain. Terrain map 3. Сейчас используя вот эту вот карту. Мы получим непосредственную геометрию рельефа. Так. Здесь опять-таки все зависит качеством. Зависит напрямую от количества полимонов. Окей. Поэтому если вы хотите хорошего качества, нужно увеличить количество полимонов. И так далее. Используется в данном случае модифатор, который называется Displace. Окей. Вот мы применили. Сейчас нужно только сказать, какую карту использовать. Для выдавливания. Вот мы 3. Сделали. Сейчас для того, чтобы это все заработало, нужно поднять страницу. Сил. Окей. Вот у нас в нашей геометрии выдается. Как я говорил прежде, чтобы были видны все мельчайшие детали в этой геометрии, то нужно здесь вот задать количество полимонов достаточно большое. Оно с одной стороны тормозит вашу систему, с другой стороны видны все детали. Прошу прощения. Вот видите. Так. Немножко уменьшим только силу. Как бы если поработать над картинкой хорошо, то можно неплохой результат получить. Плюс в том, что вы это красите как бы. Вы точно будете знать, когда вы что-то покрасите, вы точно будете знать, где будет высота, а где ее не будет. Вот, к примеру. Давайте я создам новый документ. Что у меня за новый документ? Такой 521 на 512. 512 на 512. Значит так. К примеру, если я хочу сделать переход от низины к возвышенности, что мне для этого нужно сделать? Просто-напросто. Сейчас я добавлю новый лейер. Сделать градиент. Перетекание от черного к белому. Плавное. Так. Добавляем новый уровень. Выбираем инструмент градиенту. Здесь, кстати, он черный к белому. И вот так вот его проводим. Где у нас произошло такое перетекание? Мне все оно не надо, поэтому я возьму и удалю лишнюю. Кисточку только нужно с мягкими краями сделать. Правой клавишей мыши. К примеру, вот так вот. Вот так вот. Сейчас мы это конверт сольем. И Ctrl-E нажимаем. Душу конвертируем. Сейчас произойдет перетекание отсюда, вот сюда. Вот смотрите. File. Save as. Desktop. Допустим, это будет у нас terrain 4. Сейчас, если мы эту картинку загрузим вот сюда, вот. Так. terrain 4. Видите, что у нас получилось. Я немножко увеличу terrain. Видите? Наш плавный переход. Вот так вот. Так оно работает. Отлично. Поэтому, когда вы красите, просто возьмите во внимание то, что все, что черное будет внизу, все, что белое будет наверху, а все между ними, как бы, серые полутона, они будут в промежутке. Ничего такого сложного. И красите. Так. Это второй полуавтоматический способ. Третий. Уже не автоматический способ. Прошу прощения. Не дисплейсинг. По столбе. Третий способ. Это моделирование своими руками. Но. И если вы, допустим, в случае с моделированием, когда вы уже кого-то, да, моделируете, то, как правило, вы передвигаете каждую точку в отдельности, да. В случае с геометрией террейна. Нам для этого не нужно двигать каждую точку в отдельности. Просто, если использовать инструмент Soft Selection, Convert Editor в поле, можно достаточно быстро всего достичь. Единственный момент в том, что я очень советую вам работать на низкопоригональной модели. То есть, вот, например, мы возьмем 16 на 16 и постепенно подниматься в количестве полема. К примеру, мы возьмем 16 на 16, конвертируем это в editable поле. Выберем инструмент Soft Selection. Если без него, вот сейчас он не включен, мы берем и передвигаем одну точку, только она двигается, да, то, когда мы включаем Soft Selection, у нас двигается вся группа точек по убыванию. Так она. И все это убывание задается вот здесь, вот, в follow-up. Окей. То есть, в принципе, мы можем достаточно быстро что-нибудь такое интересное замоделить. Там, где мы хотим, не там, где нам дают какой-то модифайер, да, и не там, где у нас картинка совпадает или не совпадает, а там, где именно мы хотим, и то, что мы хотим, мы можем это замоделить. При всем при этом, кстати, вот, где, помимо того, что мы можем на follow-up влиять, да, допустим, немножко уменьшать его где-то, где-то наоборот увеличивать. У нас еще есть вот этот вот граф. Этот граф Bubble, да, он представлен вот этим значением. Что этот граф из себя представляет? Давайте Ctrl-Z. К примеру, вот прямо сейчас у нас выдавливание... Ctrl-Z, Ctrl-Z, верну, чтобы легче было. Прямо сейчас у нас выдавливание, оно происходит в следующем образом. Выдавливание у нас пузыреобразное, да? Если вы хотите выдавливание пузыреобразное сделать в другую форму, то идете в Bubble, и здесь вот на графе вам показано, какой формой у вас будет выдавливать. Видите, я его изменил здесь. Когда выдавливают, то у нас получается немножко другой результат. Окей? Поэтому поиграйте с ними, достаточно просто у него разобраться. Это всего три опции, из которых две самые основные. Окей? Поэтому вы, допустим, используя этот инструмент, низкополиминальную модель, задаете сначала основные формы, да? К примеру, здесь вы хотите гору, потом здесь вы хотите гору. Окей, отлично. Ну и может быть здесь один маленький холм. Так, хорошо. Потом, с этим вы закончили, да? Можно переходить на более детализированную работу. Допустим, можно турбосмут добавить. На турбосмут еще раз нацепить эти демблполь. Включить опять soft selection. Сейчас он не включает, но... А, выберем точки. И soft selection tool. И начинать уже потихоньку работать над менее... более маленькими такими деталями, да? Там где-то уменьшить, допустим, этот радиус кисти. И начать прорабатывать более маленькие детали. И так далее. Так вот это работает. Окей? И так вот постепенно, постепенно, постепенно. Как бы труд он большей частью ручной. И ничего на полуавтомате тут не происходит. Кроме того, что у вас только сам инструмент, он полуавтоматический такой, да? Сидите и моделируйте. Но вот сейчас все зависит именно от вас. То есть, от того, где какая кочка будет лежать и так далее. Все это зависит именно от вас. То есть, не компьютер генерирует, а вы сами сидите. Ну и постепенно, постепенно берете и начинаете подниматься. Выше, ниже. То есть, в количестве полигонов и, соответственно, в деталях. В конечном итоге, чем больше полигонов, тем больше деталей можно разглядеть. Чем меньше, тем меньше деталей. Но машина начинает тормозить. В определенный момент. Компьютер эмиссии. Поэтому тоже будьте осторожны с этим. Не переусердствуйте. Так, ну давайте добавим еще раз турбосмуток. Смотрите, что у нас получилось. Окей. Ну, такие интересные формы начали появляться. Так это работает. А, ну и помимо всего прочего, можно на все вот это вот, потом то, что у нас получилось, я, допустим, можно добавить и нойс, о котором я рассказывал немножко ранее. Нойс добавить. Фрактальный, допустим. Все как у нас тут, так сам. Так. 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 Допустим, да. И уменьшить его скорее. Или наоборот уменьшить. Таким образом, вы с одной стороны что-то из СВ смоделировали, и потом воспользовались тем, чем я вам показывал. Такая опция тоже имеется. Окей. Да все. Так. 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 Субтитры создавал DimaTorzok